мы знаем швецию по всякому мелодик дед металлу по жужжальному олдскул дед металлу естественно по пчела black металлу все это есть там и в избытке но вот я захотел выяснить а есть ли в швеции олдскульный трэш металл 80-х ну или хотя бы 90-х годов но это должен быть прямо мощный олдскул быстро агрессивный ничем не хуже чем американский или немецкий и оказалось что да в швеции есть и такой олдскульный трэш метал сегодня я вам расскажу об этих двух мега альбомов шведского олдскула в жанре трэш металл вот смотрите начнем давайте с эпитов альбом транквилити девяносто второго года были их все вот я слушал слушал его два раза прогнал откладывал все обзор думаю были ну как же прет дай-ка еще переслушаю все откладывал обзор с суббота на воскресенье а теперь с воскресенья на понедельник потому что вот эпитов транквилити девяносто второй год тогда уже трэш металл скажем в сша и в германии стал потихоньку уступать место более скажем пантерообразным группам и дед металлическим тоже командам а вот швеции решили навалить как следует вот этот альбом это пилище рубящий трошак и когда его слушай что понимаешь что такие вот шведы из эпитафа они нахватали кусков вот из разных разных команд как американских так и немецких вот в этом альбоме транквилити вы можете услышать как и мощную рубку там оля какой-нибудь креитор с плотнейшим таким звуком как вот в раннем креиторе там пляже to kill extreme агрешен также вы здесь услышите и overkill овский задумчивый трэш местами я имею ввиду overkill 91 года скажем вот такой не самый быстрый но задумчивый грузный трэш вот здесь этой грузной задумчивости тоже вот в каждой композиции хватает здесь и ломан ритмов как у какого-нибудь скажем техникал трэша но здесь в общем в вот в этом эпитафе вы услышите сразу несколько команд тут вам и overkill и creator и трошки слайера тут есть так что господа данный альбом он как бы в коллекции желателен это конечно не шедевр но олдскульный звук тяжесть прямо прет из него записан опять же он классно когда ты слышишь как ревет гитара как выленут этот мото голуб гонят кстати этим самым мото голубом данный альбом похож на холли моза вот в чем фишка то есть вы тут то холли моза совский трэш слышите то overkill of ski то еще такое то сикой это вот такая сборная солянка но она мощная она пропитана вот этим дерзким пилище рубящим звуком тут гитара выпиливает очень мощные такие ревущие рифы которые сменяются опять же быстрым вот этим холли моза вским чёсом который может в неожиданный момент опять же смениться задумчивым и грузным таким даже грувовым трэш металлом как вот у того же overkill'а на альбоме 89 года вторая половина этого альбома это вот такой грузный басовитый трэш в общем epitaph это ядреная смесь но это смесь и только исключительно из олдскул трэшовых коллективов без примеси какого-нибудь там не умеетал без примеси пантер металла без примеси какого-нибудь там кроссовер или панк рока в общем нет вот хорошее очень классная талантливое главное что с агрессивной подачей с агрессивными ударными переигровка вот известных американских и немецких команд это можно сказать реплика реплика на эти команды но реплика талантливая и местами она подана даже более агрессивно чем вот у американских коллег тут порой вот эти epitaph of овцы они разгоняются до грайдовых скоростей и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 обволакивающего такого то есть более фундаментально более громоподобная басовая основа бас-гитара здесь естественно гудящая такая басящая размазанная вокалист здесь дерзкий немного хрипловатый кстати не такой хрипловатый как у эпитафа но дерзкий он похож на тома раю который накурился беломор канала и его голос стал еще более грубым вот мезроу мезроу такой примерно вокал жаль конечно что эти команды выпустили по одному там или по два альбома и распались вот у мезроу по моему еще в 2023 вышел но там уже совсем не то вот именно вот этот альбом 90-го года и что он вообще это лучший олдскул трешевый альбом швеции и один из лучших олдскул трешевых альбомов вообще в европе опять же плотнейшая гитара высокой скорости исполнения быстрый чёс по струнам но разборчивый этот чёс каждое касание по струне она слышно каждое колебание прям передается те в ухо очень резко дерзко с мощным дисторшном блин скорость на этом альбоме ну очень высокая вот как на дебютники creator как там слэйра на первых альбомах даже скорость здесь порой доходит до скоростей пляжа ту килл это быстрый альбом это быстро ребята альбом на нем уже почти что нету такого задумчивого грувового треша как у эпитаф это в целом более скоростной и еще более агрессивный альбом и ставка здесь сделано на такой speed металлический но очень тяжелый мотоголопный чёс как опять же у холли моузес но блин здесь этот чёс даже более брутальный но я имею ввиду переменный штрих вот этот переменный штрих здесь более брутально исполнен чем у холли моузес ударные прям такие немного звонки холестки помпом каждую дару как ну вот знаете как выстрел из рожья лу бруб И в целом альбом по звуку более сбалансированный. Здесь ударные не пытаются доминировать, заглушать свою гитару. Нет, здесь все инструменты слышны одинаково, в равной степени, четко. Скажем, в отличие от эпитафа, у которой есть такой один недостаток, что у эпитафа соло-гитара звучит сильно громче, когда она вступает в игру. И в результате ты вынужден убавлять громкость. Потому что становится чересчур громко. А как только соло-гитара затихает, то тебе наоборот не хватает громкости. Ты опять крутишь ручку, и так постоянно есть альбом. То убавишь, то прибавишь. Как-то не сбалансировали они здесь соло-гитару по сравнению с другими инструментами. А у Мезроу все так круто сбалансировано. Сведение на высоте грязновато в меру. Мощно, блин. Это я бы даже назвал Brutal Thresh. Он прям настолько мощный, басовитый. Чем-то и напоминает, кстати, бельгийский циклон того же 90-го года. Это вот 90-й год, запомните, это год самого басовитого трэш-металла. Потому что вот эти Мезроу выпустили басовитейший трэш. И циклон на альбоме Inferior Toe None. Тоже 90-го года. Был у меня обзор на эту группу. Они тоже выпустили очень басовитейший альбом. И вот как будто бы у меня создалось впечатление, что Мезроу соревновались с циклоном, у кого будет более жирный, более агрессивный звук. Вот он, соревновательный дух того времени. Бельгия как бы против Швеции. Вот они пытались, наверное, друг друга победить. К сожалению, судьбы вот у этих просто гениальных групп. Вот этот альбом уже шедевр, и Мезроу это гений. Настолько много мощи выжить из этой стилистики гитарного чёса. Настолько преподнести максимум агрессивности в трэш-металле. Ну, это не каждому дано. Вот им дано, циклону дано. И как я уже говорил, судьбы этих групп схожи. Они, выпустив там один или два альбома, распались из-за сраных продюсеров, которые решили тогда продвигать какие угодно группы, но только не трэш-метал. Потому что вот на группы Пантера, на там Курт Кобейн Нирвана, на всякий там вот этот новомодный ню-метал, всякий вот этот грув-метал стал ходить вдруг много народу. Появились новые, так сказать, поклонники такого металла. И старались, как бы, продюсеры, сука, пойти за бабками, погнаться за деньгами. И приглашали такие группы на запись. А трэш-металистов, как бы, стали кидать. Сука, вот мир, вот этот мир, блин, алчный. Ну и, не получив достойной поддержки, группы, естественно, разваливались. Ну, потому что, как ни крути, каким бы ты олдскульщиком и андеграундщиком не был, но деньги нужны на запись. Запись студии – это дорогое удовольствие. Вон Керри Кинг. Он занимал деньги у отца. Ну, как занимал? По-моему, он просто просил в подарок, ну, чтобы отец подарил ему денег на запись первого альбома Slayer. То есть, о чём говорит? О том, что запись – это удовольствие дорогое. Сейчас, да, сейчас, как бы, цифровое оборудование, ну, может быть, там, как-то на нём дешевле. Но раньше, раньше, вот, в 80-х, 90-х записать вот столь мощный звук с басами, разборчивый, ну, это стоило дорого. Поэтому, не имея, как бы, особо доходов, да, вот, со своей музыки, потому что тогда, в 90-х, в основном, люди ходили на всякие пантеры, там, на машинхед, там, ну, на тому подобное. Продюсеры старались продвигать такие команды, не получая, как бы, достаточную прибыль, вот и распадались. Поэтому, вот, что у Мезро, у таких команд их сотни было, что Эпитаб, они все выпустили 1-2 альбома, и всё. Тот же Циклон, 1-2 альбома, и всё. Хотя, с другой стороны, казалось бы, блин, ну, ведь и тогда тоже был востребован такой трэш-метал. Ну, просто продюсерам надо было пойти навстречу, всё равно, и продвигать такие группы, и на них бы тоже бы ходили. Но, но, мода, многие поддались трендам, человек склонен вообще поддаваться на всякие тренды, моды. Поэтому, вот так вот сложилась история, сложись она по-другому, да, мы бы, может быть, имели бы гораздо больше 100-любойных альбомов. Пишите, что вы думаете на этот счёт. Во вторник будет стримак в 20.40. Приходите. Увидимся. Продолжение следует...